Чему может научиться Лотеев? Вредить в математике, обзываться, бормотать про парашу из предыдущего ролика. Грызь ногти. Есть идея, что он может научить математике, но выясняется, что то-то, то-то и то-то. Привет, Виктор! Если вдруг еще не видел, на канале у Бояшинова, у Саватеева случилась изжога после твоего упоминания. Наверное, Саватеев забыл, что он соросенок. Цитаты. Также сейчас последует обвинение о том, что я много раз выигрывал самые разные гранты разных фондов Сороса. Спасибо Соросу и Алко за то, что часть их денег идет посредством моей зарплаты на цели, направленные на возвеличивание России. Ну, действительно, Саватеев очень такой забавный человек, псевдо-математик, такой нормальный жулик, внедрившийся в Академию наук. Вот в Академии наук у нас есть секта жуликов. Это разные гомеоморфологи, гомеообразологи, ну, грубо говоря, фантастические математики. Их деятельность выпадает за пределы математики в научном смысле. Их деятельность не является научной. Она не входит в зону математики, в область математики. Она не попадает под определение математики вообще никаким образом. То, чем они занимаются. То есть, это имитация научной деятельности, но по сути таковой не является. Ну, давайте глянем у господина Саватеева и что он излагает. Вот какие, как по вашему мнению, самые сложные современные разделы математики? Алгебраическая геометрия однозначно была. Вот. Очень интересный момент. Он называет алгебраическую геометрию разделы математики. Это надстройки, которые не являются математикой. Ну, давайте еще прослушаем вот это вот подробнее. Современные разделы математики. Алгебраическая геометрия однозначно. Была, есть и будет. Самый сложный раздел. Алгебраическая геометрия для остальных математиков примерно как математика для всех остальных. Не математиков. Вот так, да? То есть, это вот такой раздел знаний, где, знания в кавычках, где даже математики ни хрена не понимают. Они себя чувствуют, как дети перед математиком. Им кажется, что вот это вот все, это все о чем-то умном, и они вот от этого млеют. Математические чудеса. На самом деле, это обычное жульничество. В чем оно заключается? Вот у вас есть обозначена область знатней, что считается математикой, что математикой не считается. Математика – это наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Вот есть мир, в котором мы находимся, возможности этого мира. Это дает нам геометрию нашего мира. Геометрия – это отдельный раздел математики. Есть количественные отношения каких-то объектов материальных в этом мире, которые мы можем выделять общие, отвечая на вопрос, сколько это будет количество, и сопоставлять эти количества, количественные отношения записывать и оперировать. Это все принадлежит нашему реальному миру. Вот в нашем мире есть количество чего-то, есть форма чего-то, место чего-то в пространстве и так далее. А вот то, что в наш мир не влазит, то, что никогда, ни при каких обстоятельствах в нашем мире не может появиться, то, что может набредить какой-то шизофреник в больничке, но оно не может в наш мир явиться никаким образом, оно не будет жить по законам нашего мира, оно не имеет никакой потребности, ни для какой практики в нашем мире. Вот с помощью вот этих бредней шизофреника из больнички невозможно ничего в нашем мире сделать, получить пользу какую-то, применить. Это просто лютая такая слабоумничка, навеянная чем-то. Вот те разделы, даже если мы их густо циферками пообрисуем, напишем циферки, формулы на каждом бреде, вот на этом, запишем математически, это не будет иметь отношения к нашему действительному миру, значит не будет иметь отношения к математике действительного мира. А вот в больного мира математики, пожалуйста, но это не будет являться наукой, потому что, ну, предмет науки определен, да, наука это знание, а не бред о фантазиях. Вот эта вот алгебраическая геометрия, она не имеет никакого отношения к нашему действительному миру. Она имеет отношение к тому миру, который там вот им может помережиться, который они могут выдумать, нафантазировать, как бы для разминки мозга. На самом деле, нафиг эта ваша разминка нужна учащимся? Она не нужна, это, ну, полностью лютый бред. Если вы свою разминку не можете применить на практике, зачем вы подменяете реальные задачи, полезные людям, да, вашим бредом? Но сочинить бред и притащить его в университет, в школу, в учебник, да, это какие-то копеечки. Так вот, Саватеев это представитель школы вот этих жуликов, которые взяли многообразие, многомерности, вложенное пространство и вот этим занимаются, подменой терминов. Что такое вложенное пространство? Вот у нас квартира есть, да, какой-то объем комнаты, ну, пускай там 25 метров, да. Можем ли мы увеличить этот объем комнаты каким-нибудь фантастическим способом, да? Взяли, раскрыли коробку, объем коробки посчитали дополнительно, вывернули коробку наизнанку 10 раз, да, и на 10 коробок у нас увеличился объем комнаты, вложенное пространство в коробке, да. Эксперимент показывает, сколько ты с коробкой тут не носись, идиот, объем квартиры не увеличится, вложенных пространств не существует, это вот бред конченый, да, идиотский, слабоумный бред. Так вот эти вот люди, пользуясь тем невежеством, да, они принесли, защитили на этом кандидатские, докторские, зашли в науку, так шепотом с краю постояли, постояли, когда там кто-то умер, они прокрались дальше, глубже в науку, да, и сейчас они доминируют. Вот это же не просто там кактус из прерии, это доктор математических наук, да, сумасшедший доктор математических наук, который, ну, реально, член-корреспондент Российской Академии Наук. Ну, это как? Это мошенник современный, который является корреспондентом Академии Наук, и там его друзей, вот его фракция, вот этих вот, вот эти вот группы гомеоморфологов сумасшедших, их там развелось. Они доминируют на уровне Российской Академии. Давайте посмотрим дальше. Да, за семью печатями. Вы котёщика знаете? О. Ну, там вон бомжи какие-то валяются, может, один из них и он. Так, то есть, ну, просто человек обзывается. Там есть у нас слова классика, кто как обзывается. Так и называется. Вы котёщика знаете? Ну, там вон бомжи какие-то валяются, может, один из них и он. Вот представьте, вы берёте человеку, да, показываете, где он занимается лженаукой, да, где он потасовывает факты, показываете, что ты человек-жулик, да, ты нарушаешь законы Российской Федерации об образовании, да, что ты вот мошенник конкретно, а он начинает обзываться. Ну, меня ещё собака как-то тут облавила. Вот зашёл я на скотный двор, меня собака облавила. И что? У вас будет какая-то вот, вот, что-либо охайфовать? Можно, имея разумные основания, можно, не имея разумных оснований. Если они есть, хотелось бы их услышать. Проблема в том, что правда на моей стороне. Вы действительно мошенник. Вы человек-мошенник, прокрашившийся в Академию наук. Вам оттуда придётся вылетать. Вылетать из этой Академии пули в конечном итоге. Вы в рамках уже уголовной деятельности находитесь. У вас, в вашей деятельности, просматривается состав уголовного преступления, мошенничества. Так что, Савватеев, давай поосторожнее, да, в выражениях. А, то есть, ну, вы его знаете, значит, да, Катюшка? Ну, мне присылали, но это просто не то, что ниже Плинтуса. Человек, который вот просто мне прислал, на него ссылку, да. Человек, который, ну, там, наверное, ему, ну, он забавляется, тем, что, там, уважаемого профессора дразнит. Ну, это и... Уважаемый профессор его дразнит. Вот ему кажется, да, что вот он, профессор, настоящий, заправдничный, уважаемый. Это его проблемы потом с Богом, как он будет разбираться. А, ещё проблемы с Богом. Вот, грубо говоря, макаешь лжеучёного, мошенника носом, он ссылается на проблемы с Богом. Да, вот, ребята вам приносят это и показывают вам, потому что, ну, вы в своём мерке, таком фантастическом, там, заплавились, находитесь в расслабленном состоянии. Так. В общем, это... Дело в том, что... Некоторых людей не надо даже обсуждать. Катюшек человеческих дум, на самом деле, он... Это совершенно неважно, а он властитель дум обезьян. Их не надо обсуждать, в принципе. Вот это... Так, Бояшинов говорил, что он, Катюшек, властитель человеческих дум. А Саватеев говорил, что властитель дум обезьян. То есть, он так вот слегка, несколько тысяч человек, да, у нас подписчиков на канале, там, больше 30 тысяч, да? 39 уже. 39. Он количество этих подписчиков, этих людей, да, причислил в обезьяны. Это вот как вот это... Это мальчик вырос в какую-то... Среди девочек, видать, что он позволяет себе такие выражения в отношении людей, ему по носу никто не щелкал. Это как вот, что такое, господин Саватеев, вот вы выходите за рамки уже вообще приличия в своем неприличном поведении. Я думаю, будет какая-то ответная реакция насчет вашей персоны. Вот это все вообще не надо обсуждать. Да, это властитель дум всех обезьян, всех низменных, значит, таких людей самого низкого пошиба, завистливых, глупых, гнусных, с гонором и совершенно на пустом месте с какой-то гордыней, типа, я вот не понял ничего в университете, но ничего, мне вот этот, значит, я даже не буду его называть, да? Объяснил, что на самом деле это не я дурак, а все остальные, да. Поздравляю аудиторию канала «Наушный трибунал» с такими вот лестными комментариями. Ну, вы все сами слышали. Вот такая вот ситуация, это когда мошенник кидается на нормальных людей. Это вот упорство в своем бешенстве, как это называется-то? Вот это все вообще не надо обсуждать. Да, это властитель дум всех обезьян, всех низменных, таких людей самого низкого пошиба, завистливых, глупых, гнусных, с гонором и совершенно на пустом месте с какой-то гордыней, типа, я вот не понял ничего в университете, но ничего, мне вот этот, значит... Я не понял ничего в университете, но мне вот этот вот человек сказал, Саватеев, ты понимаешь, что происходит? Вот на самом деле в университете не понял ты. Ты не понял зону ответственности математики, ты не понимаешь, где вот математика, где бредни, где мошенничество. И ты считаешь, ты жертва на доверие. Несчастный человек, который, ну реально, судя по комментариям, ты веришь, что вот эти вот разделы бреда являются разделами математики. Тебя развели, тебя обманули. Я даже не буду его называть, да? Объяснил, что на самом деле это не я дурак, а все остальные, да. То есть это такой предводитель, вот... Ну, я даже не знаю, что может быть хуже него. Если честно, наверное, ничего на данный момент. Просто ничего. Ну вот есть биологические эмоции, да, у тебя. Тебе кажется, вот ты даешь такую оценку, тебе кажется, что здесь вот хорошо, здесь плохо. А интеллекта, вот мыслительные какие-то способности для оценки, у тебя не хватает что ли? Может, хватает все-таки, ты напряжешься и попробуешь изродить мысль. Такое-то утверждение, в части такой-то является неверным по такой-то причине. Если вот мозг Саватеева на это не способен, то как бы все, тушите свет. А я знаю, что твой мозг не способен. Ты не сможешь сформулировать эту фразу без вранья, ты там здесь можешь только натупить. Потому что ты реально мошенник в составе группы лиц, которые занимаются коллективным мошенничеством по обману широких масс населения России. Заставляя ни в чем не повинную молодежь зубрить бредни, скудоумных псевдоматематиков, которые накропали уже столько бреда бессмысленного и беспощадного, что это наносит реальный ущерб экономике России. Мы детей отдаем, чтобы они знания получали, а группа дебилов, слабоумных, псевдоматематиков, их заставляет зубрить лженаучное гонево. И ты яркий представитель этого, товарищ Саватеев. Есть пределы вот этого всего. Я не рекомендую тебе попадаться мне на глаза в какое-нибудь учебном заведении. Потому что ты вылетишь оттуда на пинках пробкой, вот из любого заведения. Ты можешь оттуда вылететь. Вот если не сдержусь, ты прямо вылетишь. Я понимаю, что вы испражнять профессора, в кавычках, уважаемого, это какое-то административное нарушение. Согласен понести всю тяжесть, проплатить нормально адвокатов. Но я сомневаюсь, что я смогу тебя вот такого в этом учебном заведении вытерпеть. Кстати, прошу информировать под любым видео, где вот этот вот товарищ псевдоматематик, в каких учебных заведениях, по каким числам собирается появляться. Буду признателен. Этот вот человек реально совершает преступление уголовное, он этого не понимает. Он не понимает, что это вот уголовная деятельность. Вообще, все, что сейчас будет происходить, мы приехали уже до точки. Вот эта вот группа лжеученых из Академии наук будет испражняться, из высших учебных заведений испражняться. Вот реально. Она утратит власть, да, над нашей наукой. В рамках Российской Академии наук останутся, ну, там, два-три человека, которые первые стали на сторону света, да, и приняли участие в цензурировании всего этого потока лженаучной информации. Саватеев, не знаю, попадет, скорее всего, будет просто вот так вылетать, потому что интеллекта, неусообразительности не хватит на план действий. А нормальные люди, которые понимают, что это лженаука, которые встанут на ее очистку, которые встанут на защиту наших студентов, наших детей от этого вот бреда, от этой уголовной жульнической системы лжематематической. Те люди и останутся в науке, а вы будете полностью испражнены. Ваши диссертации будут признаны ничтожными, со всеми последствиями финансовыми для вас. Вы не сможете находиться больше ни в одном учебном заведении, законодательно вам будет туда запрещен заход. Ваша вся вот эта вот пирамидка насыпется. Вот комиссия по борьбе с лженаукой начала осыпаться, она осыпалась, ее уже нет, и теперь вы посыпетесь. Вся вот эта вот жульническая схема посыпется, товарищ Саватеев. Ну и кроме того, он там наехал на Лобачевского в одном из видео, и поэтому он должен просто сидеть в тюрьме. Из-за того, что я наехал на Лобачевского, должен сидеть в тюрьме. Вот что творится вот у этого человека в голове, вот просто. Он совершает уголовное преступление. Я даю об этом информацию. Справечно, Лобачевский, это жулик от математики, об этом было известно и в Казани в те времена, и в Петербурге, что это клоун, околоматематический клоун. Я вам рассказываю, что это клоун, вы дурачки на него молитесь, и что? Какое-то отношение имеют к закону. В реальность возвращайся. Я имею право тебя тыкать носом, потому что ты преступник. У тебя состав преступления, понимаешь? А я на стороне закона. Я со стороны нашего публичного сообщества, нашего общества, выступаю против нарушения закона. Поэтому я тебя буду гнобить, тыкать носом. К этому подключатся люди, которые будут коллективно тебя гнобить, пока ты не выплюнешься пробкой из системы образования. Под тобой будет земля гореть, товарищ, не товарищ. Условно, вы говорите, я не знаю, про иношепотян, которые у нас правят миром. Это ваш канал, делайте, что хотите. Когда за государственные деньги он тоже самое будет говорить, уже немножко возникают какие-то вопросы. Ну, под подробности различные существуют. Но здесь вот расклад такой. Это мошенник с точки зрения закона, честного, честного закона. Это мошенник, который разрушает нашу страну. С точки зрения морали он тоже вредительный, деструктивный элемент. А насчет комиссии по борьбе с лженаукой, ее же, ну, по сути, саму комиссию упразднили, ну, то есть реформировали и отдали полномочия этой комиссии в академию. Там, ну, у них такие в связи с этим слюни ярость, что они понимают, что это просто технический снос этой комиссии. У них уже нет карательных этих возможностей. Вот так. На меня это ладно, а на Лобачевского за это надо отвечать серьезно. Ну, я же не юрист, я не могу его посадить. Я могу просто плюнуть его в сторону, в его рожу, там, через экран, грубо говоря, и все. Вот уровень интеллекта, это вот, понимаете, это не шестиклассник, это член-корреспондент Российской академии наук. Ну, вот представь, ну, сидишь ты, раз плюнул в экран, два плюнул в монитор, три плюнул. Ну, сидишь ты в оплеванном мониторе. Вот что это такое, что ты исполняешь? Это вот уровень развития, вот это вот шестиклассник. Ну, это вот из тех людей, которым действительно не подают руки. Их почти нет, но вот это тот тип, которому руки не подают. При том, что я могу подать руку и Грефу, и Осмолову, и каким-то военным людям. Греф, Осмолов, им руку подаст, Катюшику не подаст. Да, кто твою руку-то примет, кто ее возьмет? Спасибо не надо. Но пока не покаяться, естественно. А, покаяться. Православие всегда говорит, пока не покаяться. Вот, Савватеев, план такой. Вот тебе выжить в этом мире, это тебе надо каяться, что ты столько лет занимался лженаукой, прям озим челом долбиться, каяться, что ты занимался лженаукой. Возвращаться к естественному ходу вещей, на научный метод, на честную математику и помогать вычищать эти авгиевые конюшни. Вот у тебя только один способ выжить. Иначе ты превращаешь вот эту категорию, как ты там говоришь, бомжей, да. Это вот твой жизненный путь этим и завершится. Или тебе надо будет счиниться в какие-то другие страны, где еще какое-то время может продлиться эта бредятина. В России тебе уже скоро будут перекрыты все эти пути-дорожки. Нет у тебя шансов, перспективы нет. Так, вот тут вот, судя по вопросу, ваш сын участвовал во Всероссийской Олимпиаде, да? Был такой? Многократно, многократно. Многократно. А сколько часов в день он готовился к Олимпиаде? Вот я сейчас всех как бы убью, наповал. Он совершенно добровольно каждый день по 8-10 часов просто решает задачи. И так было последние все 5 лет. Он победитель. Вот послушайте, что происходит, что он сейчас сказал. Он добровольно решает задачи в течение нескольких часов в день. И так было последние 5 лет. Что он решает? Вот то, что он решает, это однозначно часть контента достоверного, часть контента недостоверного. Но сам принцип, что он делает со своим ребенком. Вот представьте, ребенок 5 лет, 8-10 часов решает задачи. То есть детства у человека нет. Общения со сверстниками у человека нет. Вот такие вспышки. Тот опыт, который человек должен получать в детстве, да, там, подраться, поссориться, поговорить, поспорить. У этого человека нет этого всего, да. Он сидит и тупо решает безмозглые задачи. Большинство которых являются фейками. Но поскольку товарищ придерживается этих фейковых версий, да, то и ребенок решает эти фейковые задачи. То есть зомби создается такое. И вот, ну, если он такое позволяет делать со своим ребенком, да, так его программировать, да, то и сам он такой. Это вот человек, не живший в коллективе. И он может кидаться словами, да, за которые вот его впустив в мир, да, да, его там на флот, на службу, не знаю, там, просто выпустив в город. Ему будут бить морду за его выходки, да. Вот пять человек его услышат, три человека ему морду набьет. Потому что он, ну, не умеет себя вести элементарно. Вот как вот несколько тысяч человек назвать обезьянами, да. Травмированная личность, вот прям травмированная. И он победитель Олимпиады и трижды призер? Ну, это, кстати говоря, относится, кстати говоря, ко всем людям, которые вот так увлеченно занимаются спортом, да. Они вот сами вот занимаются и занимаются. Да, 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 да. Нет, он действительно очень увлеченный парень. Я прям очень счастлив. Ну, по крайней мере, более развлекательное занятие. Сколько? 80? Вот чему ты, Славатеев, можешь научить? Вот ты грызешься, сидишь ногти, да, в кадре общаешься. Плюешь в экраны, обзываешься на людей, кидаешься, да. Издеваешься над собственным ребенком. Обманываешь широкие массы населения, да, предоставляешь им недостоверную информацию. Выдаешь себя за математика. Ты псевдоматематик, вот у тебя фейковая диссертация. Причем диссертация, как всегда, рекорд. Умудриться начать лженауку уже сразу с заголовка. В заголовок диссертации он в одном заголовке умудрился столько бреда накидать. Диссертация у него называется «многомерное размещение чего-то там». Просто вот два слова. Многомерное размещение – это уже густой бред. Вот что-то разместить, согласно нашей науке, согласно математике, согласно физике, что-то разместить можно только в пространстве. В пространстве. Размещение – место. Размещение – размещать. Место. Место – это часть пространства, занимаемое объектом. Это официально научная информация, которая там еще в началах Ньютона описана. Фундаментальные вещи, которые… Элементарная грамотность – это теоретический минимум, который вы сдаете до того, чтобы быть допущенными уже в защите диссертации. Кто тебя пропускал, Бог его знает. Так вот, размещать можно только в пространстве. А многомерности, многообразия, они пространствами не являются. Это вот так вот. Это факт. Вот многообразие не является пространством. Пространством у нас является только трехмерный объект. Мерности определяются геометрическими. Через прямой угол. Это геометрическая мерность. Протяженность через прямой угол. Плоскость – это часть пространства. Линия – это часть пространства. Так вот, даже когда ты размещаешь на линии что-то, ты размещаешь это в пространстве. Солдатики по линии выстроились, они все расположены в пространстве. На плоскости солдатики, они тоже в пространстве. Парашютисты в воздухе, они тоже в пространстве. Точки тоже в пространстве. А вот дальше из пространства они выпрыгнуть не могут. Вот не могут. Парашютисты выпрыгнуть из пространства в подпространство. Даже когда он прячется в коробочку, он не попадает во вложенное пространство, находящееся в нашем пространстве. Он продолжает находиться все в том же нашем пространстве. Это какие-то элементарные вещи, которые должен знать каждый школьник, каждый студентик, каждый докторочек математических наук. Но не все, зараза, это знают. И как-то вот они умудряются защищать свои слабоумные диссертации. Многомерное размещение. Два слова и уже бред. Саватев, ты рекордсмен по идиотизму. Вот как ты умудряешься такое исполнять? Многомерное размещение. Многомерное это значит больше трех измерений. Это значит не в нашей вселенной, не в нашем пространстве, не в нашей науке. В идиотских версиях многообразия, которые формально не являются наукой. А то, что формально не является наукой, то и фактически не является наукой. Вот те разделы математики, которые формально не проходят по научным признакам, они не являются наукой. Ты доктор вымышленных, несмышленных наук. Несмышленный доктор несмышленных наук, который обзывается на широкие массы населения, который вводит в обман, в заблуждение широкие массы населения посредством своих лекций, через средства массовой информации. Ты занимаешься деструктивной деятельностью через средства массовой информации, господин Журик. Господин Саватев, вот как-то вам реабилитироваться у вас один шанс только. Либо вы членораздельную мысль вносите, утверждение такое-то, в части такое-то. Является несостоятельным по какой-то причине. Либо вразумительная претензия, чтобы вы совсем-то не выглядели уже вот этим, который скачет нервно, бессмысленно, выражает эмоции, но не может выразить суть претензии. Либо приглашаем вас на созвон, на видеоконференцию, где ребята смогут оценить уровень вашего вселенского превосходства. Мы посмотрим, кто вы, что вы, на что способны. Ну, по крайней мере, люди узнают. Зрители нашего канала, которые вот так вот... Рекомендую, кстати, извиниться, а то пилюли вас задолбаетесь, хватает. Столько много народу оскорбить за один раз. Вас приплющат, в конце концов. Рекомендую настойчиво. Ну, а вас приглашаю на беседу. Выражаясь вашим языком, да. Вас почему-то на бутлоидные заносят какие-то позиции. Место у параши, обезьяны и так далее. Этим придуркам место у параши. Вот если не засыдите и придете, у вас хоть какой-то шанс будет реабилитироваться. Это вот с академиком... Членам, корреспондентам Российской Академии Наук приходится выражаться, да, вот говорить вот такими словами. Это реальность, это 21 век, Россия. Это вот такие вот люди. Ответственны за нашу науку в нашем государстве. Это Михалков Никита Сергеевич. Вот этого человека пиарит. Википедия. Саватеев Алексеев Владимирович. Саватеев, ну, он, получается, потомственный математик. Так. Родился 13 декабря 1973 года в Москве. Дед по материнской линии Исаак Александрович Лурье. Математик-профессор и начальник кафедры высшей математики. Военно-инженерная академия РКК Куйбышев. То есть породистый математик. Сын математик, да, задачка решает, решается детство. Сам, видать, Саватеев в детстве лишен был, но он неадекват по повадкам. И дедушка был тоже. Такая вот тяжелая судьба у математиков. Занимался математикой, и в конце концов выяснилось, что это направление, в которое он ударился, лже-научное. И это фейковое направление. И занимался он бредятиной, несмышленой. Вот такая вот тяжелая судьба у добрых несчастных математиков. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Всем добра. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok